вот смотрите сейчас у нас будет еще один мастер-класс тоже такой коммерческий проект это вот как сделать бордюры это очень пользуется популярностью то все хотят делать бордюры и по просмотру у нас бордюры ну хорошо просматривается вот я вам смотрите показываю каркас как сделать бордюр дома в виде дерева эти раз дом в виде дерева вы видите дальше той бордюр мы делаем в виде дерева а я его делаю виде такого змеи вот видите что-то мы намутили здесь такой корешок виде какой-то птички видите и птичкой там копыта идет вот у меня кто-то с пацанов это таджик который зачистку делает он ну очень они дисциплинированы и качественно помогает на вот по зачистке по подносит ну кто хочет учиться тут учиться то есть не вопрос у нас секретов нету все зависит от самого подсобника как он хочет развиваться вот такая птичка очень интересная на такая корень виде птицы то здесь можно мутить что хочешь любые твои ошибки тебе простят а работать она работает энергетика хорошей идеи какой-то копыта ковка вот у нас у нас здесь моя внучка что-то ведь она позирует садить у меня нас там есть такой модель змеи вот уже глазик это на работу мне каза толик начал делать это моя внучка уже пытается работать на камеру вот змея уровень который опирается на камень вот это ведь и у нее даже какие-то веточки и смотрите как каркас он засверленный вот так он сделанный и и вот так вот примерно просматривается здесь у нас планируется укрепляется как бы там свар идет столбы газопровода но я его обыгрываю чтобы он гармонично вписался вот в наши ну у нас у нас наш ландшафт то есть мы берем берем корни и деревья которые переходят в опору видите я глазик делаю вот у меня видите змея есть кто-то меня снимает там видать хорошая модель что думать не надо у меня зрительная память очень плохая мне приходится всегда братья ли эскиз или модель ну так мне проще быть я по памяти редко работаю у кого-то есть хорошая память зрительная которые или он ленится делать ну я себе не позволяю работать без без так быстрее может они рачу это намутить но не факт что это будет хорошо буду не видите такой мастихинчик и я вот это начинаю выделывать глаза змеи они виды в виде такой виде глаз вот такой вот он змеиный то есть корень опять позволяет нам избежать и вот этой анатомичности то есть корень вот этот корень бордюр он должен иметь определенные задачи то есть он больше будем такой эмоционального такого нагрузки и вот он видится как корень мы не хотим его злобно и делать новым корень похожий на змею все таки это тот дом у который может защищаться то есть эти корни они сказочные и то есть ипотек здесь есть вот так вот видите я беру выйти вы я работаю без перчаток ну это просто я ленимся но если когда я реально долго работаю то я больше это на камеру искать ему там 15-20 минут у меня руки выдержат но это перчатки надеть и лень а так уже кожа привыкла к раствору и фактически там она быстрее нарастает чем чем я съедать но кулки непривычные то руки пропадают быстро опять виде я планирую такую место то есть под чешую или как-то не чешуя там будем говорить шкура у змеи такая имеет как типа чешуи на рыбе на такая слоеная но опять хитрость том что это не чисто змея она как и кора вроде бы ну кора который имеет определенный будем говорить внешний вид вот и видать ведь я посмотрю и там на змеи видать мастер хорошо решили эти проблемы я даже не напрягайся пытаясь хотя бы примерно ну повторить то чем дело ну то что там на на модели ну там нос есть уже глаза брови то есть но в каркас вываренный а теперь детализация то есть мне подготовили болванку ну с которой я пытаюсь сделать змеи вот наконец-то то есть мы делали обзорные фильмы а мне справишь до мастер-класса как туда да хотим мастер-класс ну то делаю мастер-класс но не короткий не получается не могу за три минуты показать этом 20 минут не знаю как вы будете выдержать и сможете вы смотреть надо вам или нет моя задача вам снятия а потом посмотрим как вы на этот реагируете потому что чтобы делать ту морду надо ну три-четыре часа опять я посмотрю я его за за разрешение смогу четыре часа во всем а то ли он с кусков состоит то мне длина собрала фильм я его еще не просматривал ну как бы с листа я ее пытаюсь озвучить ну очень много как бы как правильно сказать но эта работа имеет много плоскостей вот эти мне что-то не понравилось а я теперь тоже сделаете перед мне легче и и заделать эти по глазу то есть она не том диаметре то есть я увидел размер и я я сначала планирую форму вот форумите те детали они перебили форму и теперь я под глазом буду даже то что сделал теперь я ее заново тот размер главный то есть мне надо найти базовый размер сейчас ведь если его базовый размер форму сделаю то поэтому базовому размеру я сделаю детали вот эти уже все я посчитал что видите какими инструментом работают то и мастихином работал но дело в том что мастихином мы работаем не так давно и у меня техника работы вот таким мастерком ну здесь крупные работы то есть и мне лучше делать и и опять видите ручка физика этого инструмента мы все-таки привыкаем к одному струне то есть а мастихин имеет немножко плоскость другую площадь и видать я пошел вернулся к старому струну если бы была мелкая работа я пробудовал на мастихина вот такой острый резачок немножко дутый есть очень остро но эти ножка рассчитанных для для скульптур вот теперь получается просто надо это победить но опять если делать это не по форме то бесполезно то есть сначала надо сделать правильную форму вот этой головы змеи то есть найти вот эти базовые размеры которые позволят нам потом на нее сделать вид эту чешую детали которые дадут больше более интересную эту работу сделает глаз у нас является базовым размером ведь он уже сделаны получается все остальное я прицепляю к базовым размерам и брови вот они все в плюсе а то уже в минусе получается то есть то есть если глаз сделал уже он находится в нужном размере то все остальное уже получится самому по себе если ты глаз не привяжешь правильно голове то бессмысленно ты можешь что хочешь делать но все равно качество работы не любите и уже пытаясь и подружить материалы выдать глаз постоялся лучше постоял людям еще тянется и я его примазываю чтобы тот раствор который прилепил он стал монолитным как бы происходит своего рода вибрация то есть вот руками я не могу его так прививи про вибрирую на тесточка мягенькая вот эти сопельки все мы подтираем и они как бы зализываются вода потом впитывается в бетон а когда она впитывается в бетон то идет уплотнение бетона это очень важная работа видите подружить слоя видите как бы я их примазал и и появляется пластика просто то что видите то что я говорю камеры не хватает там нету микрофона мне приходится заново звучит ну это тоже своего рода опыт работы когда я рассказываю я блогер то меня слышит а когда я работаю ну микрофон не выгребали то есть но мощности не хватает у него пока как это изменить не я не знаю мы приходится озвучить его непосредственно уже когда делаем монтаж ну так вот делается змея постепенно постепенно ну надо именно сначала сделать форму а это просто детали если будет правильная форма то детали дадут свой эффект а если форма неправильная то детали ничего меня тут они будут сами посидеть и видите то есть вот эта технология работы с материалов то есть она вот по дереву такое не получится но потерю надо стамеской вырубать ну я резчик по дереву то есть и поэтому на у меня судьбы по дереву ну попробуй вот ты провозишь а здесь я сдаву чем за час это сделать попробую вырежет из дерева вырубать плоскость подрежь ну вот это марок полный зашлифуй а потом через год это дерево разорвёт ну работа с деревом она позволяет проще работать с бетоном здесь вот бетон мы как бы наоборот в плюс идем а дерево с болванки делаем в минус мы вырубаем с раствором намного проще работать он более благодарный материал здесь две техники работы с этим материал то есть лепка как по глину или как пластилин и резьба то есть ну если она не успела перестоять то можно достаточно быстро это все по вышкребать но опять если у тебя хорошие подсобники которые могут зачистку провести качественно все себя два три четыре часа пошкребсти и не уничтожить после тебя работали тебе надо самому это делать от начала до конца вот я стараюсь обучать людей кто работает со мной ну надо желание чтобы люди хотели но те кто обучается они существенную помощь дают в этой работе то есть они много работ ну снимают за счет у него это сейчас будет готова и потом статью а все равно надо час-два два часа посидеть и вычистить знаете я постоянно обращаю взгляд на модель у меня там пластмассовая змея стоит она с открытой пастью правда ну в этом как эта модель я не зале китайцы кто ее делает но хорошие мастера форму есть который работает при сувенирах очень талантливые которые делать форму потом это сразу с материалов это все тиражируется ну я вижу что глаз он там есть и пленочка туда то есть убить и я ее начинаю выделять или подрезать то есть я это вижу то есть новый у человека который есть объемное мышление это видит вопрос стоит потом сколько надо времени потратить видео там кто там это коля наверное или толик толик наверно он делает корни то его работа он ведь и здесь я уже сделал всю змею или ты я уже не знаю что ее сделал вот или после меня вот этих уже камни мы делаем толик набивает то есть здесь для бордюра мы применили несколько техник это то есть корень в виде змеи это скульптура потом камень декоративный потом видите ответвление корешков потом это в цвете то есть и ковка металлическая то есть много много у нас приемов которые мы применить видите какая-то у нас будем говорить как мог какой-то между коренью и третье так вот потихоньку он набирает набирать то есть бетон позволяет это детализировать позволяет его оставить и делать позже я тут одна из первых работ моего взятя толика младшего первый раз со мной поехал на работу и вот он уже состоянии делать такие работы ну потому что он хочет и будем говорить у нас такая атмосфера в бригаде то есть вот он коля уже тоже там ну что-то делает каждый кусочек взял если вместе получается такая работа вот видите мы теперь лицо сделали как бы анатомическое а потом мы переходим в кору ведь она все дело чешую замахаясь а так вот лицо морда такими вот а потом смотрите виды такая чечка ранее дерево а это коля вот рядом колец свой корень делает там будет леший у нас и с таким зайкой туда может позже я сниму фильм виде корешочки то есть мы решили на эту змею сделать такое кресло и на это круче на этой змеи можно залазить и фотографироваться это но это работа толика он ведь и внизу какие корешки там крупные корешки но я уже и запутался кто кто что здесь делал но ну важен результат вот рядом он тоже пень кара идиот но я думаю только колена рука вот это шут змеи имеет и веточки вот эти сиденья веточка подпорно там туда и фонари но проволоку можем кабель завести и делать фонарики и здесь ведь иначе 100 ну как можно делать объема когда мастера каждый знает свою работу у нас подсобник и кора и и пенечки и все это вот великолепно смотрится на такой новый подход альпийской горки то есть раньше здесь был забор и дом был зажатый забор теперь мы отвоевали территорию и у нас здание мы будем гореть позволяет отрасли корни и мы вот эту территорию начинаем привязывать к уже к старым работам для этому удлинили корни делаю такие дорожки всевозможного камушки и потом проходы как бы две территории завязали в одну целую теперь вот смотрите как толик делает деревянную сухое дерево мне такая щеточка по металлу мы его царапают я как-то видел что некоторые вилка это делает ну у каждого свои навыки кто-то берет прокатывает такие силиконовые есть катки они делают ну и мужа тоже такую делать но мы ленимся это возить собой нам проще это руками сделать вот этот у нас альпийская горка с той стороны до забора была теперь мы ее перевалим на эту сторону и соединим две альпийской горки друг другом а это такой пенек потом вы цветочник находиться вот то ликвиде у него очень стойкая психика и он может аккуратно доделать свою работу купить и набирает набирает это уже нара последние съемки смотрите сиденья камушки учета 20 день и читает уже непонятно четыре из-за был чего-то на сиденье а спереди девчонки какая-то там тканера для детей на на два человека увидите я уже и забыл чему делать народу два человека будет сидеть на этой змеи ребенок может сидеть за этот кореша будет держаться и вот такая вот змейка которая разрешает на себе посидеть нос вот такой не типа дракончик змея удав там кто что увидит здесь потом будет еще кекимра болотная и и леший такой он будет сумочку зайка держать есть потом обзор на фильм это посмотреть на рубите какая составе на и дерево и потом сейчас по цвету будет это все разным цветом будет раскрашенный будет очень интересный ну такой продукт парковый там черепаху мы сделали вот уже видите белая змея и она уже готовится к покраске вот смотрите уже пенечки и сначала мы покрасили коричневым цветом эти темный шоколад и его называют питье сначала шоколада покрасили а теперь ну раскраску нас ира мастер вот видите она уже зеленым цветом а это уже раскраска идет ведь и бежевый цвет подмедь сделано сиденье такое одно второе докаса два сиденья и вот так она выглядит уже ну законченном виде то есть только вот здесь кора не раскрашенной там не желтая есть золотистый цвет и медь вот все краска увидите какой робот мишка ну этот фильм про все-таки про змею уже это видать октябрь ведь и пасмурно холодно мы скоро домой видите дальше там зайка такой сделанной леший вот это весь такой сложнейший комплекс то есть у нас есть такая такой манера мы немножко все это утяжеляем насыщаем но это свое рода провокация люди горит нету гармонии там а нафиг кому-то гармонии людей надо удивить и участок у нас маленький чем больше мы сюда всунем тем больше людей интересно это такой провокационный взгляд на творчество в лесу вот такой вот есть лишак и змея вот там и кимора болотного мы выглядят дальше летающая тарелка лучше такой бардак весь мы сюда всунули